Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Надеюсь, что вы прекрасно отпраздновали День Благодарения вдали от бесконечного потока новостей. Если вы каким-то образом сумели вырвать пару дней счастья и покоя со своими близкими, вы почувствовали себя как в спа. И, очевидно, так гораздо лучше. Но также вам, наверное, интересно, что вы пропустили за выходные, и мы здесь, чтобы рассказать вам. Началось с того, что Джо Байден сломал ногу в паре мест. Звучит серьезно, но не беспокойтесь об этом. Байден всего лишь играл со своей собакой, как взрослый здоровый человек, который полностью управляет своей жизнью, а не как немощный старик. Это могло случиться с кем угодно. Серьезно, это нормально. CNN даже поздравила Байдена с этим. Травмы Байдена намного лучше, чем Дональда Трампа. Так что не задавайте вопросов, у вас есть гораздо более важные темы в новостном ряду. Например, вы слышали, что Джо Байден назначил женщин руководить отделом по связям с общественностью? Это исторический момент. Ничего подобного не происходило в этой стране со времен Дональда Трампа. Очередной триумф в силу самоидентификации. Системный сексизм, наконец, отступает. Ничто не удержит Джо Байдена от уничтожения воображаемых препятствий. Даже его собака. Вот что вы пропустили. Или еще другая тема. Руководители здравоохранения мучили ваших детей последние восемь месяцев, очевидно, без всякой причины. Эта тема не очень широко освещалась, но все же была озвучена сегодня. Власть признала это. 60 миллионов американских детей томились в своих комнатах с весны, сидя перед экранами, не учась ничему, изолированные от контактов с людьми и во множестве случаев, доведенные до психических заболеваний. Теперь мы можем сообщить, что не было никаких причин для этого. Эксперты ошибались. У них не было никакого понятия, что они делают. Но самая захватывающая часть, и это главное в этой новости, что они знали, что они поступают неправильно. Но они продолжали лгать об этом, даже после того, как американские дети стали убивать себя. В субботу в Нью-Йорке городские власти практически признали это. Они объявили, что открывают начальные школы. А это те самые школы, которые они закрыли менее чем две недели назад. И так, с медицинской точки зрения, ничего не изменилось. В Нью-Йорк не привезли еще вакцину от Pfizer. Не было ошеломляющего исследования, которое бы революционно изменило наше представление о коронавирусе. Ничего такого вообще. Просто родителям уже надоело, и они заставили Билла де Блазио признать очевидное. Этот вирус не угрожает детям. Де Блазио, конечно же, выразил это в странной образной манере умственно отсталого. Цитата. «Мы знаем, что медицинские реалии для детей самые благоприятные». О да, мы знаем это. Мы знали это уже давно. Мы знали это, когда Билл де Блазио закрывал школы Нью-Йорка. И Тони Фаучи тоже это знал, хотя и не говорил ничего об этом. Теперь он решил высказаться по этому поводу через восемь месяцев. Вот Энтони Фаучи в субботу. И пока смотрите, держите в голове, что этот человек на экране возглавляет нашу борьбу. Борьбу Америки с коронавирусом. Закрыть бары и держать школы открытыми – вот что мы на самом деле говорим. Очевидно, у вас нет одного решения для всех. Но как я говорил в прошлом, и как вы правильно процитировали меня, основное – это то, что вы должны пытаться действовать наилучшим образом, чтобы оставить детей в школе, чтобы вернуть их в школу. Если вы посмотрите на данные, распространение среди детей и самими детьми – не такое уж и большое, не такое, как мы ожидали. «О, я всегда говорил, что вы должны держать школы открытыми», – сказал человек, возглавляющий американскую борьбу с коронавирусом нации, чьи школы были месяцами закрыты. «Да, я всегда так говорил, проверьте записи». Потому что, цитата, «если вы посмотрите на данные», – сказал Энтони Фаучи. Но подождите секунду. Почему это произошло только сейчас с Тони Фаучи? Разве это не основное занятие Фаучи, цитата, «смотреть на данные». Именно. И каким-то образом он никогда не думал это делать. И это наш корона-царь. В течение лета, когда данные выглядели так же, как и сейчас, Фаучи объяснял, что он не может точно сказать, могут ли дети быть допущены в школу. Это было, цитата, «сложно». Вот только это не было сложно. Это было несложно тогда, и это несложно сейчас. В апреле, много месяцев назад, исследование в журнале Американской ассоциации медиков обнаружило, что дети школьного возраста, которые заразились коронавирусом, цитата, «обнаруживают только легкие симптомы и обычно выздоравливают за две недели». Через месяц то же самое. В июне исследование в Ланцете подтвердило это, цитата, «Ковид-19 в большинстве случаев легкое заболевание у детей, включая младенцев». Никакие исследования не обнаружили ничего другого. Не особо много вопросов было по этому поводу, но если вы ищите еще доказательства, проверьте уровень смертности, данные в открытом доступе, смерти не так трудно отслеживать. Рассмотрим штат Нью-Джерси. Это один из наиболее пострадавших от коронавируса штатов. До сих пор в Нью-Джерси ни один ребенок школьного возраста не умер от коронавируса. Ни один. Много детей умерло от аварий, огня, наркотиков и самоубийств. Ни один не умер от ковида. В Калифорнии, самом большом штате, 40 миллионов человек живет там. Всего двое людей до 18 лет умерли от коронавируса. Двое. Цифры по всей стране, согласно данным из ЦКЗ, 123 американца до 18 лет умерли от коронавируса. 123 из 350 миллионов. Но мы все равно закрыли школы, навредили миллионам детей, повлияли на их будущее так, что мы даже не можем понять на данный момент. Очевидно, что плохо. Весьма плохо в некоторых случаях. Так что вопрос, зачем мы сделали это? И ответ, чтобы спасти учителей. Объединение учителей продвигало это, и их слуги из демократической партии подчинились. Они одни из самых больших спонсоров демократов, так что, конечно, те подчинились. Итак, объединенные учителя должны оставаться дома, получать зарплату за работу 9 месяцев в году, потому что классные комнаты очень опасны. Это как битва при Орденах, 5 дней в неделю. И это именно то, что они делали. Но что данные говорят об этом? У учителей до 50 лет, а это большинство, шансы выжить после заболевания коронавирусом 99,98%. Но мы должны относиться по-другому к учителям до 70. Шансы выжить падают до ужасающих 99,5%. И вообще-то учителя заражаются, но не от учебы. Дети, по-видимому, не распространяют коронавирус уж, конечно, не сильно. Мы знали это уже давно. Еще в мае исследования в Европе показали, цитата, «дети, по-видимому, не основные разносчики». И мы утверждаем, что открытие школ безопасно при соблюдении некоторых ограничений. Еще раз, ничего из этого не новость. Тони Фаучи, мистер Данны, тогда это знал. И, конечно же, те новостные медиа, которые умеют читать, то есть все еще большинство из них, все же продолжали лгать об этом. В июле, вот еще один пример. Группа терапевтов и экспертов-инфекционистов пришли на телевидение, чтобы объяснить, что ходить в школу не опасно. Они даже отправят своих детей. Посмотрите на реакцию ведущих. Разрешите ли вы вашим детям вернуться в школу? Да, мои дети с нетерпением ждут этого. Да. Точка. Определенно. Определенно. Насколько я смогу. Без колебаний? Без колебаний, да. У меня нет сомнений по отправке моего ребенка в школу осенью. Хочу, чтобы дети вернулись в школу. Доктор Джон Торрес, NBC News. Они все сказали «да». Они все сказали «да», сказал ведущий, изображая шок. Можете в это поверить? Доктора решили, что их собственные дети пойдут в школу. Они, наверное, сумасшедшие. Сумасшедшие. Что доктора знают о коронавирусе? Что это все? И, конечно, вы знаете ответ. Это все Дональд Трамп. Дональд Трамп в этом случае согласился с докторами. Так что доктора должны быть высмеяны и проигнорированы. Вот что президент сказал о школах в июле. Мы должны открыть наши школы. Открыть наши школы. Прекратить этот бред. Открыть наши школы. Прекратить этот бред. Открыть школы. Теперь на самом деле, в научном смысле, это превратилось в разумную политику, основанную на разумных фактах. Но СМИ говорили прямо противоположное этому. Один из заголовков СНН был, цитата, «Очевидная опасность давления Дональда Трампа на открытие школ». Гугл не зацензурил это как ложную информацию, хотя должен был. Другой заголовок был, цитата, «Извращенная логика Дональда Трампа по открытию школ». Извращенная логика. Опять эти чертовы данные. Компания Джо Байдена не хотела об этом слышать. И так же, чтобы и вы об этом слышали. Школы опасны. Точка. Дональд Трамп заявляет обратное. Значит, слишком опасно отправлять ваших детей или решить отправить их. Смотрите. Игнорируя, как вирус распространяется, рискуя жизнями учителей и родителей, идя против советов экспертов, очень небольшое влияние на молодых людей. Вы доверяете ему решать, что лучше для наших детей, потому что это не учебная тревога. Да, идя против советов экспертов. В этой стране такое больше не допускается, даже и особенно, если эксперты ошибаются. В чем посыл? Посыл ясен. Это больше не ваши дети. Если бы это были ваши дети, вы бы могли принимать важные решения в их жизни, но вы не можете. Эти дети, ваши бывшие дети, принадлежат теперь Тони Фаучи. Тони Фаучи — американский родитель. Он принимает решения о ваших детях вместе с национальной убермамой, которой, кстати, тоже почти 80 лет. Миссис Нэнси Ди Пелоси. Посмотрите на обеспокоенность, миссис Пелоси, здоровьем наших детей. Вы уверены, что ученики и учителя вернутся к безопасной жизни осенью? Нет, я считаю, что то, что мы услышали от секретаря, это должностное преступление и халатность. Это ужасно. Они играют. Президент и администрация играют здоровьем наших детей. Пойти обратно в школу будет означать создать огромный риск по распространению коронавируса. Ага. Если это не преступление, то, что она сейчас сказала, нам нужно дать другое определение тому, что мы называем преступлением. 60 миллионов школьников пострадали от неправильного решения. Многие из них пострадали на всю жизнь, но мы только что прошли мимо этого. «Позволив таким политикам такое», прикрываясь фразой «здоровье наших детей». Что происходит, когда вы запираете детей в комнате напротив экранов и не допускаете живого общения? Кто-нибудь задавал этот вопрос Нэнси Полоси? Она когда-нибудь интересовалась ответом? Согласно ЦКЗ, всего 522 ребенка в возрасте от 5 до 14 лет покончили жизнь самоубийством в 2017 году. И в этой же возрастной группе детей от коронавируса умерло 42 за этот год. Каким же будут цифры самоубийств, если мы продолжим принимать советы по поводу наших детей от Нэнси Полоси? Уже есть некоторые данные. Будущий год предоставит всю картину. И можете быть уверены, она будет ужасной. Но на данный момент, с неполными данными, вот что мы знаем. В Сент-Пол, Миннесота, например, 40% из всех оценок в этом году были двойки. И можете быть уверены, оценки ставились не сурово. И это все еще в два раза больше обычного. В округе Ферфакс, Вирджиния, уровень учеников средней и высшей школы, которые провалили два и более классов, вырос на 83%. Цифры учеников с инвалидностью, которые провалили два или более классов, выросли более чем в два раза. В школах множество округов, огромное количество учеников даже не зарегистрировалось на онлайн-обучение. У вас есть дети? Вы знаете кого-нибудь, у кого они есть? Они не научились ничему. Вот реальные последствия. Если вы хотите узнать о состоянии общества, посмотрите на его молодежь, посмотрите на школы. Это очевидные моменты, которые были полностью проигнорированы. И любой, кто на них указывал, был атакован. Мы посмотрим назад со стыдом. В июле мы взяли интервью у доктора Скотта Атласа. На тот момент он был в рабочей группе Белого дома по коронавирусу. Он был одним из немногих людей, храбрыми настолько, чтобы сделать простое заявление. Вот что он сказал. Но момент со школами действительно весьма важен, потому что это, возможно, самая нелогичная политика в современной истории. У детей практически нулевой риск получить серьезные осложнения. Практически нулевой риск умереть. Вы не запираете детей от того, что лично вы боитесь. Это возмутительно. Доктор Скотт Атлас был атакован. Назван монстром за то, что сказал это. На самом деле атакован. Доктор Тони Фаучи, с другой стороны, был обожествлен. Плакаты в северо-западном округе Вашингтона говорили, «Я верю доктору Фаучи». Но правда в том, что Скотт Атлас был прав, а доктор Фаучи разоблачен как некомпетентный. И, кстати, это не наше мнение. Данные это доказывают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова